В Гомеле проходит чемпионат по самообороне спортивного товариства «Динамо». Супрацовники правоохолных органов высветляют, кто лучше в рукопашной борьбе и практикованиях по самообороне. На турниры побывала наш корреспондент Вероника Гамзюкова. В чемпионате спортивного товариства «Динамо» по самообороне удельничают супрацовники правоохолных органов, выратовальники и войсковцы. Вызначать лепшего будут на протягу трех дней. С поборницей проходит в семи ваговых категориях. Самая легкая – до 62, тяжкая – свыше 100 килограммов. Соревнования проводятся в два этапа. Первый этап – это показ боевых приемов борьбы, то есть самозащита с оружием, без оружия, все как положено. И второй этап – это уже непосредственно схватки с соперником. Участвуют больше 180 спортсменов, порядка 15 спортсменов, которые имеют спортивные разряды и звания от кандидата мастера спорта до мастера спорта. Рукопашная борьба мае прикладное значение для супрацовников правоохолных ведомств. Удельник турниру супрацовника МАП Павел Гатальский ранее был профессийным спортсменом. Мае звание мастера спорту. У динамовских споборництвах выступая регулярно. Летость стал серебряным призером по самообороне. Как говорится, здоровым телом, сильным духом – это помогает не в буднях днях, а участвует, представляет свое подразделение. Особо удивляться нечему. Самое тяжелое – это тренировки, этап соревнований – это уже более легкий вариант. Тут говорится, как подойти психологически и сделать то, чему тебя научили показать на соревнованиях. В эти дни подобные чемпионаты проходят во всех областях краины. Переможцы региональных этапов у Снежни приедут в Гомель на республиканский финал.